Критическое мышление противоречит нашему менталитету? Ошарашивающее интервью президента информагентству Кабар о свободе слова. А еще в этом выпуске про то, куда можно потратить накопительную часть пенсии и о том, почему депутаты молодцы. Всем привет, ребята, это не новости апреля и я, Олеся Цурикова. Как обычно с насущного, Бишкек Теплосеть отчиталась о подаче горячей воды и тепла всем абонентам. Ура, ура, справились за пять дней. Об этом заявил директор Бишкек Теплосети Уран Раимбеков во время отчета о ликвидации последствий аварии на ТЭЦ Бишкека. Все жилые дома по городу подключены, а также 63 медицинских учреждения, включая все роддома. 84 дошкольных учреждения, 54 школы, все социальные объекты и 59 крупных потребителей. На данный момент система работает согласно фактическим параметрам – давлению и температуре, выдаваемых от ТЭЦ Бишкека. Напомню, авария произошла в ночь с 1 на 2 февраля. В домах бишкекчан отключилось отопление и подача горячей воды. По факту произошедшего, столичная прокуратура возбудила дело. Расследование поручено ГКНБ. Помимо этого, для выяснения причин сегодня создана межведомственная комиссия под руководством зампредседателя Кабмина Бакыта Туребаева. Он же министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а еще человек, при котором Эрюк зацвел в январе, по выражению одного из депутатов. Но что-то мы затянули с регалиями. Какие же поручения получила комиссия? Установить причины возникновения нештатной ситуации на ТЭЦ и разработать задачи для стабильного завершения осенне-зимнего периода. Предложить меры по недопущению аналогичной ситуации в будущем, в том числе проработать варианты модернизации ТЭЦ, строительства миникотельных и все прочее, о чем Кабмин поразмышлял в понедельник. Ну и предложить, как наказать виновных в аварии. Контролировать работу комиссии будет Акылбек Джапаров. Надеюсь, они отчитаются перед парламентом потом, ибо ни одного из депутатов в комиссию не включили. На это пожаловался парламентарий Улукбек Урмонов сегодня на заседании ЖК. Комиссия создана, это хорошо, но в нее не включили представителей Джугур-Кукинеша. Мы остались за бортом. Считаю, результаты работы комиссии должны быть заслушаны в парламенте. Другой депутат Эмиль Токтошев подчеркнул, что ответственность за аварию должны нести руководители ТЭЦ. Это говорит халатность. За год трижды сменился руководитель. А это, на минуточку, стратегический объект. Поддержал коллегу и парламентарий Дастан Бекешев. Он отметил, что когда осенью Кабмин рассказывал о подготовке к ОЗП, чиновники уверяли, что все хорошо. А на поверку вот так. Недостаточно просто поехать туда и посмотреть. Это не показатель. Вся сфера энергетики должна пройти технический аудит. Водоканал и канализация тоже устарели. Необходимо изучить исполнение постановления. Прошу поручить вопрос комитету по ТЭК. Алмазбек Абытов, представитель президента ВЖК, заверил, что результаты работы комиссии в парламенте обязательно представят. Что еще по депутатам? Ну, конечно, минутка кринжа или испанского стыда, как вам больше нравится. Сегодня парламентарий Айгуль Айдарова возмутилась тем, что министр культуры вышел пописать. Сама депутат хотела задать ему вопрос по соглашению Кургызстана и Турции об учреждении деятельности культурных центров. Но чиновник вдруг покинул зал. Его заместитель пояснил, министр отошел по нужде. И по возвращению Алтенбека Максутова депутат поприветствовала его словами с облегчением. Ну а теперь, когда я вас немного отвлекла, перейдем к серьезным темам. Госсекретарь США Энтони Блинкин написал письмо Садыру Джапарову, в котором предостерег от принятия законопроекта Абы на агентах. Говорит, в нынешнем виде этот закон ставит под угрозу доступ граждан Кыргызстана к жизненно важным услугам, таким как здравоохранение и образование через программы, осуществляемые неправительственными организациями при поддержке правительства США и международных доноров. Некоторые американские партнеры по реализации настолько обеспокоены этим законом, что рассматривают возможность превентивного прекращения своей деятельности в Кыргызской республике. Ошел. Подчеркну также, что сегодня парламент не стал рассматривать законопроект об НКО на заседании. А сам Садыр Джапаров сегодня прокомментировал информагентству Кабар ситуацию со свободой слова в Кыргызстане в контексте задержания 11 журналистов. Президент заверил, что никто не может ограничить свободу слова дословно, потому что народ не позволит. Также глава государства высказался о рейтингах, в которых мы регулярно падаем. Это отмечут те, что по пресловутой свободе слова, по коррупции, уровню демократии и прочь-прочь-прочь. Садыр Джапаров заявил, нам не нужны такие первые места, которые ведут к моральному разложению общества и потере государства. Эти рейтинги, говорит он, составляются теми, кто хочет посеять рознь. Народ Кыргызстана есть давно жил со свободой слова и будет продолжать так жить. Те, кто говорит, что свободы слова нет, это те, кто делает, что хочет под видом термина «свобода слова», планирующие под видом свободы слова свергнуть государство. Мы не допустим таких злонамеренных людей, которые хотят бунтовать в стране. Под видом термина «свобода слова» они развращают народ, проводя пропаганду, не соответствующую нашему менталитету, традициям и природе. Это не конец цитаты и позже она продолжится, но позвольте мне остановиться вот здесь и кое-что вам рассказать. То, что вы услышали секундами ранее, наш перевод на русский язык – интервью с кыргызской версией сайта Кабара. В официальном переводе самого агентства Кабар русская версия этого высказывания звучит вот так. Это лжепатриоты. Идет активная пропаганда, нацеленная на развитие критического мышления у народа. Это противоречит нашей государственности, менталитету и традициям. И вот когда читаешь такую версию перевода, становится страшновато. Критическое мышление противоречит государственности, менталитету и традициям? Вы когда-нибудь слышали сверху более прямую формулировку фразы «неграмотными проще управлять»? Мы ведь все знаем, что критическое мышление – это набор знаний и умений, которые позволяют человеку анализировать и оценивать полученную информацию, логически рассуждать и принимать рациональные осознанные решения. А тут получается, что гибкий ум и знания – это плохо. И это официальное заявление главы государства. Впрочем, оказалось, что это просто ошибка перевода. Информагентство Кабар запуталось, и спустя час спорная фраза про критическое мышление из интервью на русском языке пропала. Еще раз уточню, в версии на кыргызском языке, и предположительно в исходнике интервью, ее не было изначально. Ну а теперь продолжим слова президента в точном дословном переводе, не из официального источника. Происходят случаи распространения ложной информации, которая наносит урон чести и достоинству людей. Если бы власть пошла бы на несправедливые меры против свободы слова, народ давно бы поднялся. И далее Садыр Джапаров уверяет, что никакого давления на свободу слова у нас нет. И если хотите говорить о коррупции, то вы молодцы вообще, ребята, и хоть сейчас можете выйти на митинг, но в специально отведенном для этого месте, в сквере Горького. Если у вас есть на этот счет свое мнение, пишите в комментах. Но когда будете писать, помните, что за разжигание розни, призывы к беспорядкам, а также за публичные проявления критического мышления вас могут поселить в СИЗО-1. Напомню, 11 сотрудников из редакции Айт-Айт-де-Сети, Миров Лайф, Арча-Медиа и Политклиника уже там. Арестованы по подозрению в третьей части 278 статьи Уголовного кодекса. Это призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и так далее. За все вот это и может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы. Первомайский суд Бишкека решил пока держать их в СИЗО-1 до 13 марта, по меньшей мере. С прошлого четверга прошел ряд заседаний в городском суде, где адвокаты пытались доказать незаконность их задержания и изменить меру пресечения. Но суд оставил в силе решение ниже стоящей инстанции. Никого из изолятора не выпустили. Но не будем зацикливаться на негативе, давайте уже к хорошему переходить. Книгу Садыра Джапарова «Путь построения нового Кыргызстана» передадут в научно-исследовательские институты, сообщают в Минобразе. По данным министерства, к ним поступило полторы тысячи экземпляров. Их передадут в 72 НИИ, а также в Центральную научную библиотеку Национальной академии наук. Как пояснили в ведомстве, в этой книге определены направления идеологии нации и государства, их значение для роста государства и сохранение нерушимого единства народа. Напомню, саму книгу президент издал в августе 2023 года. Общий тираж 41 тысяча экземпляров. А теперь о так называемом позитиве, в отсутствии которого нередко обвиняют нашу редакцию. С накопительной части пенсии теперь можно оплачивать не только ипотеку, но и взносы при покупке жилья в строящемся объекте. Такой закон подписал президент Садыр Джапаров, а парламент принял его в декабре прошлого года. Я напомню, что шибко радоваться рано, так как накопительная часть пенсии – это лишь 2% от официальной зарплаты. Ну что, теперь шикуем вовсю. Напомню, на что же еще в принципе можно потратить 2% по данным соцфонда. Накопительную часть до фактического выхода на пенсию можно забрать на приобретение жилья, лечение или в период безработицы. Условия для покупки недвижимости с этих денег расширились сегодня и снова я повторять их не буду. На лечение деньги можно изъять в том случае, если болезнь тяжелая и указана в специальном перечне, который есть у соцфонда. Причем болеть должен либо сам работник, либо его близкие родственники – супруг супруга или дети. Ну а для того, чтобы забрать эти средства по безработице, ее нужно официально оформить. Для того, чтобы узнать, сколько у вас накоплений, нужно обратиться в социальный фонд или, если у вас установлено приложение Тундук, получить информацию онлайн. Для этого перейдите в раздел «Услуги», далее вкладка «Соцвыплаты» и из предложенного списка первая строка ваша. Только не лейте слезы, я вас прошу, а то я уже пролила. Ну и напоследок кое-что точно хорошее. Парламент одобрил поправки в закон об образовании. Это касается части с детским питанием. Помните скандальчик? В августе прошлого года депутаты, сами не заметив, приняли закон, согласно которому кормить детей в садиках государство стало не обязано. Ответственность целиком легла на плечи родителей. Благо, в силу документ вступить не успел, а греху вовремя заметили. Депутат Эльвира Сурубалдеева призвала коллег исправить ошибку. Она инициировала поправки, отменяющие этот пункт. И вот сегодня его рассмотрели. Депутат Гуля Кучукулова коллегу поддержала. Говорит, мы должны уметь признавать ошибки. Мы на самом деле, надо уметь признавать ошибки. Мы допустили ошибку. Допустили ошибку в том, что скоротечно мы иногда торопимся принимать новые законы. И там, где мы даже постатейно и детально даже не обсудили, мы допустили тот факт, то, что вызвал большой резонанс в нашем обществе. И наши детки маленькие вообще остались. Будем говорить так, что благо все равно было запланировано в будущем, но тем не менее планировалось о том, чтобы их лишить элементарного детского питания в детских садах. В нашем обществе не должно быть богатых, бедных детей. Я хотела бы это особо подчеркнуть. Никакого разделения в отношении детей не должно быть. И еще хотелось бы отметить, уважаемые коллеги, самое ценнейшее у нас в нашем государстве, в нашем обществе, это дети. И это призвано 20-й статьей Конституции. Парламентарий готова была принять проект сразу в трех чтениях, но приняли пока только в первом. 71 голос за и лишь один против. Но это уже шаг и весомый. Напомню, за то, чтобы перестать кормить ребятишек в детсадах за счет государства, выступал именно Кабмин. Его глава Аклбек Джапаров тогда еще заявлял, мы готовы предоставить здание, электроэнергию, воду, охрану из республиканского бюджета, но не заставляйте нас кормить детей, этим должны заниматься родители. Но я рада, что так думают далеко не все. Вот такой сегодня день и такие не новости, а новости в наших социальных сетях, в фейсбуке и инстаграме, а также в телеграм-канале Апрель ТВ. И не забывайте про лайки, комменты и репосты. Хорошо? Всех обняла, до скорого! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!